31-летняя Оксана Самойлова после скандала в семье нашла поддержку в детях. Безнеслумен воспитывает четверых наследников, восьмилетнюю Ариэлу, пятилетнюю Лею, двухлетнюю Майю и месячного Давида. Звездное семейство недавно вернулось из Майами и сейчас находится в самоизоляции в своей подмосковной резиденции. Сообщив о разводе с Джиганом, модель не стала замыкаться в себе, а продолжила делиться событиями из жизни. Самойлова показывает, как меняется внешность Давидика. Долгожданный сын растет настоящим красавцем. Оксана поделилась умилительным фото, на котором запечатлела мальчика с забавным хохолком. Давид в спортивном костюмчике невольно позировал на камеру, доказав, что фотогеничность у него в генах. Родился с готовой прической, шутливо заметила Самойлова. Внешность малыша вызвала бурную реакцию у ее подписчиков. Многие признали, что Давид – будущий дамский угодник. В комментариях не было отбоя от комплиментов. Божечки, он просто нереальный, какой же он милашный. Дети ваши все как вручную сделаны, как под заказ, такой сладкий мальчик, ну кукленыш, взял все лучшее от мамы с папой. Но очень красивый, самый прелестный малыш, а какой же будет, когда подрастет, ух! Написали пользователи. Многодетная мама призналась, что нашла плюсы в самоизоляции. Она обрадовалась свободному времени, которое посвятила домашним делам, до которых раньше не доходили руки. Модель также записалась на несколько онлайн-курсов и тренингов. Разлад между Оксаной и Джиганом произошел в Майами. После рождения сына рэпер ушел в загул, а затем попал в реабилитационную клинику. Самойлова заявила, что это был худший месяц в ее жизни. Вернувшись в Россию, Безнесвумен решила поставить точку в этих отношениях. Она сообщила, что подала на развод с Джиганом после 10 лет замужества. Самойлова попросила не жалеть ее. Джиган уже несколько дней не выходил на связь с поклонниками. Его друг и коллега Гуф рассказал, что рэпер проходит лечение в больнице. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова